Ну что суетиться, если утренние сновидения доспать в автобусном кресле? Четыре часа уехать назад на четыре века, где дав остальному смолкнуть, меня принимает Волга. Вокруг уже никого там, уходит в изгиб дорога. Теперь внимаем монологу внутреннего экскурсовода. Взгляд единственно верный, типа как объективный. Заметит вид характерный, тем уже не противный. Большую и чистую воду, лес до горизонта. Ни провода, ни отходов людского труда и пункта. И там, не найдя деталей для стёбы и умиления, он плавно скользёт подали. То в небо, то вновь под небо. Возможность мира и лада. Мне больше уже не надо ни быть, ни иметь, ни казаться. Не делом смущать глаза отца. Пусть грязь красота впитает, на ноль без следа умножит. Вот кто же я? Тот же. Что же? То, что не тайно, не тает. А так-то мило, но мало. Ни слона, ни смыв, ни сломала. Назад, на задворке, озимь. К заданиям, задротству, занозам. И сзади, за точку взгляда, хватается всё, что рядом. Душа беспокоя, нервы. Тело, что сзади бы в консервы. Все сто килограммов грязи. Зависимости и связи. Стоит в тупике тупица. И сила невыносима. А всё-таки так красиво, что хочется перепреститься.